Наш эфир продолжают новости короткой строкой. Мы расскажем, почему проходить и проводить техосмотр безопасно и выгодно. Измерим вес доброты, дадим горячие сводки и точную длину дистанции для марафонцев-полярников. Госдума приняла законы, которые касаются всех водителей. Один ужесточает ответственность за отсутствие техосмотра, другой повышает штрафы для СТО, которые работают не по правилам. Итак, автомобилисты заплатят за езду без диагностики вместо 500-800 рублей до 2000. А если сотрудник станции техобслуживания оформит фиктивную диагностику без техосмотра, то его оштрафуют на сумму до 10 тысяч рублей. Саму компанию ждет штраф до 300 тысяч. Санкции предусмотрены и за выдачу диагностической карты на машину, которая не отвечает требованиям безопасности. За повторные нарушения штрафы еще больше. А еще закон вводит обязательную фотофиксацию во время техосмотра и оформление диагностических карт в электронном виде. В разрушенную наводнением Иркутскую область за неделю ушло больше 300 килограммов гуманитарной помощи с Ямала. Это 50 с лишним посылок. Часть из них, пострадавшим от паводка, отправили новую урингуйцы. Люди нуждаются в средствах личной гигиены, продуктах долгого срока хранения, одежде и обуви, полотенцах, подушках, одеялах. Полный список ищите на нашем сайте. На посылке надо указать гуманитарная помощь. Акцию проводят Почта России и Общественное телевидение России. А в нашем округе по-прежнему горит леса тундра, хотя площадь бедствия намного уменьшилась. В последних сводках от учреждения леса Ямала сказано, что на территории Янау 17 июля действует два природных пожара на площади 10,5 гектаров. Накануне, напомню, был зарегистрирован один очаг, который охватил 54 гектара. А всего с начала сезона выгорело почти 800 гектаров леса. На Ямале 17 и 18 августа во второй раз проходит Международный трансурал «Полярный ультрамарафон». Мероприятие собирает сотни лучших горных бегунов из разных российских городов и дальнего зарубежья. Дистанция проложена через самые красивые места – долины трех рек, подножие горы «Динозавр», «Нефритовое ущелье» и «Ледник романтиков». Длину дистанции марафонцы выбирают сами – 50, 30 или 10 километров. Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.